Добрый день! Здравствуйте! Очередное воскресенье. Первый норский массив, улица Нансена. 5 марта в 2 часа дня. 13 градусов. Да, тепло вроде, но ветер, дождик моросит. Периодически. Со 2 марта в март начал показывать свой характер. Все время ветры дуют. Такое небо уже 3 дня у нас. Ну да. И небо такое, и ветры тоже все время. Гладко-серое, никакого просвета. Поехали! Поехали. Вот встретили наших бывших соседей. Игран и Карине. Четверо детей, да? Всем приветствую! Приглашаем в Армению. У нас уже открывается сезон туризма. Да. Было бы желательно, чтобы не только туризм был, а чтобы они возвращались в Армению. Естественно. Вот семья приглашает вас в Армению. Предложение такое, хотя бы месяц в году пожить в Армении. Всех армян приглашаем, чтобы не забывали свои корни. И чтобы и наши дети привязались с Арменией к Армению, да. Спасибо, Дегеранджан. Я так поняла. Фактически у вас родители там, а вы остались здесь. Вот это редкий случай. Наоборот здесь. Да, это патриотизм. У нас тут почти совсем родни не осталось. Мы одни, но... Нас мало, как говорится, но мы в тельняшке. Очень мало, а мало, да. Шесть человек в семье. И сын Теграна воевал. Старший, да. Всю войну прошел последнюю. Слава Богу, вернулся. Да, слава Богу. Тегран Джан Каринаджан. Всего вам доброго. Ну, передавайте привет. Вот так же. Кому? Папе и маме. И вообще всем. Да, и родителям в первую очередь, конечно. Конечно, Гриши и Гайанэ. Да, да. Наши хорошие друзья. Мы, кстати, в прошлый раз здесь в парке встретили сына Теграна и Карины. Он там был, это с Карины. Да, Светлана. Тегран, как его звали? Очень интересный парень был. Да. Сразу видно, что... Ну, я предположил, что как минимум академником станет. Серьезный был. Не по годам, серьезно. Да. В девятом классе, да, он учился или в десятом? В восьмом. В восьмом. В восьмом. Мы вообще... Всего вам доброго, ребята. Очень приятно было встретиться. Удачи. Всего. Закончили покупки на улице Рубинянц в Зайтуне. Аннать, пока ты занималась покупками, я решил, куда нам ехать. Повезу тебя в молодость. А конкретнее? А конкретнее клуб Сувет называется. Наш сын там снимал. Кстати, у него канал «Давид Чейн Спасун». Можете посмотреть. Ну, они снимались с Уреном, конечно, профессионально и очень подробно. А мы снимем, как простые посетители. Еще с той разницей, что они на армянском снимают. В языке на армянском. Да, сегодня у нас русская передача. Ну, думаю, будет интересно. Я просто по пути покажу, как туда поехать. Долго дорогу не будем сегодня снимать. Рубинянц. Начало улицы Комнитаз. Плавно переходит на улицу Косян. Да. Улица Косян. Отсюда, если поехать вправо, чуть левее, поедем в центр. А мы свернем. То есть ты лево, ты все время пугаешь право и лево. Направо, на Киеве, налево. В центр. По эстакаде. Эстакаде, которая такая красивая была. На новогодние праздники. Да, только на новогодние. Центр города. Да. А так она совершенно некрасивая. Вся площадь испортилась. Киевян. Киевян. Улица Киевская переходит в Ленинградян. Киевян, а потом в Ленинградян. Это лист был или птичка? Лист. Ну, Ленинградян сворачивает направо и мы свернем. Кстати, она потом еще и налево сворачивает, да? В общем, зигзагообразная улица. Тут тоже быстро новостройки строятся. Да. Здесь вообще тема отдельная. Надо приехать как-то. А вот здесь с улицы Ленинградян свернули на улицу Себастья. Да, с Ленинградян сворачиваем на улицу Себастья. И вот этот клуб как раз на улице Себастья. А здесь какой-то ресторан был известный. Аквариум назывался. Да, вот это здание. Вот это? Да. Аквариум? Аквариум нет. Там позвать. А здесь Торнадо. Год здесь Торнадо клуб был. Доехали по улице Себастья. Вот перекресток в народе называют Банки-Хачмирюк. Перекресток-Банка. Да. Мы проезжаем, да? Да, и мы проезжаем. Здесь сейчас будет разворот. Вот мы развернемся, потому что они на противоположной стороне клуб. Вот там желтые такси по ним. Нужно узнать. Сейчас я сверну и остановимся. Развернусь. А это что такое? Какое большое строение? По-моему, трикотажная фабрика была. Она это... Можем там у них узнать. Вот. Приехали, да? Да. Вот мы оттуда приехали. Да. Советское такси. Уже такси советские. Но жаль, надписей нет, нет? Никакой. А вон трамвай. Тоже уже позабытый. Да. Но по такси можно это место узнать. Они, наверное... Как называется? Вот смотри, здесь название на такси. Советский клуб. Советский клуб. И номер телефона, кстати. Да, номер телефона. Или один номер, да? Один. Ну, подойдем. Я бы еще и это... А вот и адрес. А тут оделась бы тоже по-советски. А может, они одеты по-советски? Посмотрим сейчас. Ну, этот парень не на советский, ладно, одет. Ну, парень, может быть, посетитель просто. Там, по-моему, и ресторанчик или столовая что-то есть. Будка телефонная тоже. Ну, что? Двушка есть у тебя? Нету. Позвонить. Ну-ка, давай зайдем. А вообще, двушка же... Нет, сейчас нет двушек, нет? Нет, сейчас нет. Вот такой... Вот написано, две копейки, она ведь. Или можно две однокопеечные. Ну, ты лучше меня помнишь. Я, например, не помнила, что две однокопеечные. Да, но не работает телефон. Можно было в прошлое позвонить. Да. Вот видишь, дом молодежи стоит. И сзади фон такой красивый, лес. Посмотри, какой лес. Да. Которого сейчас уже нет. Площадь. Площадь с памятником Ленина. Да, Ленин. Такой молодой. Ты не вспомнишь, Ленин жив. Жаль, что не в сторону. Жив Ленин будет жить. Не в сторону улицы Абовян, это улица Амирян, да? Да. Ну, сторону обывания интересно было бы. Куда было бы увидеть, да? Без этих новостроек опять. Ну, вот смотри, здесь тоже. Да, Эрникяновское здание. Да, а за ним смотри, какая. Простор. Тише и гладь. А письма нет отправить? Ну, зашли. Чебурашка, любитель. Вот у меня был такой аппарат как раз. Вот такой кассовый аппарат. С кассой начнем, да? Крутили, нет? Помнишь? С грохотом он так крутился. Как-то хитро этот ящик открывался. Ну, вот когда крутили ручку, тогда ящик открывался. Да. Здесь деньги показывала касса. А вот здесь деньги лежат. И ключ от квартиры, где деньги лежат. Вот сейчас бы 3000 драм выпустили. Удобно было, нет? Три, пять, десять. Очень удобно было. Еще рублевки были. Да. Светленькие такие. А где рублевки? По-моему, внизу они где-то вот, пачки. А это значок октябренка. Вот здесь Ленин молодой. Наши дети оба были октябряты. Да, мы тоже были. Мы тоже, да. Вот в ЛКСМ уже не имели счастья. Вот рублевки эти. Рублевые. А этот, помнишь? У Давида был такой. Шаром стрелял он. Угу. И транзистор. Как он называется? Ну, какой-то он... Не Сега? Да, Сега. Вега. 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 Вега 3041. Да. Тут что? Ответственный за холодильник. Есть сердце пищевой промышленности. Где ответственный? Вот. Гневальный ответственный за холодильник. Это, наверное, пионерлагерь, да? Не знаю. Это, может быть, шутка уже. Барабан, конечно. А вот телевизор, видишь, старый, Марк? Да, эти аттракционы... Вот Давид наш на такой ракете катался. Да, это вообще детство Давида, а наша молодость. Ванька-встанька. И милла у них была, помнишь? Да. А эти маленькие телевизоры... У нас вот такой красненький на холодильнике. Помнишь, Билл? Темные годы мы смотрели. Темные годы этот на аккумуляторе. Помнишь, Билл? Да, помню. С аккумулятором питался. Вот этот грустный. Лошадка. Это автоматы, да, поют? Да. А это, помнишь, Давид, сколько денег тратил на это? Нет. Ну, эти брали так. А, ты автомат имеешь? Да. Но здесь что-то... Гребешки. А тогда было полно игрушек. А сколько он стоил? Не помню. Он это очень любил каждый раз. С копеек тут написано. Да? Да. Когда кино вшли, обязательно пробовал хотя бы разок. Вот эту, помню, кассу для мелочи. И шахматы хорошо помню. Это меня из Табелиси привезли как-то. Для монет. По-моему, у нас у всех были вот эти. Одно время, да, они очень модные были. А лото... Ты любила играть? Ну, мы играли, собирались вечерами, играли. Тест-карты. Вот такие вещи я очень любил. Вопросы. Вот эти шахматы и шашки, помню. А вот это вот, да, это как назвалось? Логарифмическая линейка. Логарифмическая, да. А это не шашки, по-моему, Го это, да, назвалось? Одно время это тоже было модно. Не знаю. И стакан, смотри, он закрывается, открывается. Да, поднимается. Как Анна купила для меня. Да. Да, все знакомо. Ой, тут так много всего, что, ну, я не знаю, часа на три. Старый хоккей, я его очень любил. Да, хоккей. Дома был, конечно. Не такой большой, нет, у нас? Нет, не такой, но... Ну, это, на этом, наверное, приятно очень играться. Ну, это мы с Давидом играли. Этот менее интересный был. Хоккей, конечно, очень хороший был. Хоккей в двойном варианте. А вот посмотри, железная дорога. Тоже у нас была, а куда она девалась? Да, уже не... Ну, выкинули даже. По заказу. А вот это... И камера. А, ну, это современные вещи ты находишь. Это современные? Да, это их... Ну, эти пары... Вот этот у нас был. Слушай, как у вас ажиотаж. Вот такая у нас была железная дорога, да. И такие камеры, да, были? Да. А, и на съемочные. Да. А, и футбол есть. Эти снайперы, помнишь? Стреляли. Морской бой, Иван. Ну, это, конечно, мне не так знакомо, потому что я этим не увлекалась. Ну... А вот Давид помню. Да. Ну, так как Давида в основном я водил на эти... Да, поэтому ты все помнишь. Вот оттуда стреляли. А по своим имбирам какие висят. Да, этот орден почти всем раздавали. Вот этот... На работе давали. У отца было. Сукно. Да, это сукно. Бильярдные столы тоже делали, но зеленого цвета. Вот так, но один и тот же материал был. А у нас где шили, помнишь? На обувян. Да. Угол обувян и москвян. Москвян. Ну, пошли дальше. Там и тир был, да, какой-то? Что? Тир тоже был там. Да? В углу, да. Часы шахматные. Да. Это уже для малышей. На этих уже Инесса... Не Инесса, но скорее Маргарита вот. Вот на таком уточке. Да. Вот бритвы. Не помню. Бритвенные приборы, да? Вот тот Харьков, да, по-моему, самый популярный был. Гудела так она, нет, когда ее включали? Жужжала. Да, жужжала ли? А иногда и гудела. Но эти фены ты должна помнить. Это? Нет, вот здесь, вот здесь. Не фены это? Да. Это для завивки что-то, да? Это расческа электрическая. Все знакомое, да? Конечно. Детская пусинка. Тройной одеколон. Вот этими стригли парикмахеры. Тройной одеколон. А шипора нет тут? Шипор был. Вот, по-моему, шипор. За одеколоном. Вот он, зелененький, да, квадратный. Да, шипор. А это Красная Москва, помнишь? Помню. Да. Это у всех стояло на трюмо. А вот эти машины парикмахерские были, помнишь? Брили саты. Да, да, я показал их. И оселок этот точили. А вот это я не помню. Точили эти лезвия. Как, если не ошибаюсь, Аленушка? Вот это. Оттуда где длиннее? Садко, по-моему. Садко, да. Садко. А это что было? Садко, одеколон? Да. Тухеть. Садко, правильно. Дудуков. Бигути, милый, пол. А где Бигути? А вон сзади, на последнем месте. А, да, да, да. Вот такие я хорошо помню. Ты тоже, нет? Да, я использовала их. Эти зубные щетки с коробочками. А мыло, что за мыло? Цветочное, да? Цахкаинь, да, цветочное. Такой был ветки запах, нет у этого мыла. Не помню. А я помню, а вот пудра. А где мыло, я так и не поймал. А вот оно, желтенькое с голубым. Да, но я в кадр не поймал мыло. Нет, ты чуть-чуть левее перенес. Вот, вот мыло, вот. А, вот. А там пудра, видишь? Детская присыпка или детский? Я запах мыло вспомнил. Да, едкий такой не очень приятный. А вот кармен хорошее было мыло относительно. Белые, белые обертки кармен. А это что? Детские что? Кармен. Ну, детская присыпка должна быть. Что за детский? Да, да, наверное. А почему мы с кем родим? А нет, это зубной порошок. А, зубной порошок. А здравствует мыло душистое. И полотенце пушистое. И зубной гримешок. И еще что? И зубной порошок? Вот этот порошок. Какой-то гримешок. Я с порошка вспомнил, фактически. О, помнишь? Ой, она у нас есть до сих пор. Да. Это Алисина была швейная машинка. Тут газеты. Труд, правда. А это... В правде нет известий, в известиях нет правды. Вот таких катушек уже нет. И вот эти бобины с нитками. А это что за вкусные... И альбомы. Что это? Вот это что? Это пуговички. Это пуговицы. Пуговицы? Да. А. Ну что на них написано? А, наверное, пуговицы здесь. Да, пуговицы. Нитки всякие. А, здесь ереванский шелковый комбинат, да? Угу. Значит, ты права, это шелкопряды, наверное. А женщины сказали, что и в туалете, интересно. За этим туалет женский. А, нет, тут и женский, и мужской. Я вам скажу, вот это, вот это. Вот это женский, мужской. А там на двери уже. Мужской, так же женский. Мужской. Спасибо, да. Ну, он особо так не отличается, наверное, да? От современных? Да, вот только это, помню? Нажимали, что-то новое было. Появилось. Не работает. Ну, как при Союзе, нормально все. Ну, тут, понимаешь, советское чередуется современным. Да. Нет, ну, тут не особо так сильно отличается. Парикмахерское кресло. А помнишь, в Гюмри мы зашли в советскую парикмахерскую? Помню. Советская столовая и сервировка. Да, сервировка. А подожди, на тарелке должно быть написано... Общепит. Общепит. Может быть, с обратной стороны тарелки? Нет, не написано. Поверни, поверни. Нет, здесь было написано. Да, но это были другие тарелки, а здесь? Ну, тоже вот первый сорт, цена 44 копейки, что ли. Да? Да. Жаль, общепит не написано. Вот эту помню очень хорошо, солонку, печницу. И салфетки. Да. И стулья. Так. А, кстати, там был пульт управления заводской. Сейчас я пойду покажу. А этот тоже какой-то телефон начальника вроде какого-то. Печатная машинка. Да, и она такой печатал. Помнишь, этот американский был фильм, не? И чешет. Девушки соревновались. За секунду сколько тут слов печатали. За минуту. А, переходное знали, что ли? Это переходное знамя или просто книга? Нет. Видишь, какой ночник с часами? Вот такого я не видела. Нет, не видела. А вот эти часы помню. Что это за картина? С кем это? Саян. Вот, не знаю, знакомые лица, но не скажу. Вот еще одна пищущая. Это дешевая была сравнительно. Посмотри, посмотри, лови как. А, это трехколесный мотоцикл. Мотоциклет, да. А вот уже более поздний автомат. Да, ты имеешь в виду эту часть, да? Уже будки нет. А это уже работающая столовая, настоящая. Да? Можно здесь покушать. Может попробуем какое-нибудь советское блюдо? Сервант этот, помнишь, Арм? А, да, конечно. И у вас был, и у нас был. Жаль, света нет тут. Освещение, да, слабовато это, красное. Это вот тоже. Может, попросим, включат какой-то свет? Лампочек не видно, только эти. Да, вот красный и синий. Обидно. Обидно, да. Ну, вот такой типично советский. Гарнитур. Гарнитур. Вот у нас такой был, сэр, Ван, помнишь, у мамы моей? Да. Да. Да, у всех были. Ну, формы разные были. Да. И телевизор. Спартак. Ну, спартаке тогда был. Ханамирян. А, это плакаты, да, такие? Первые появились такие плакаты. Да, вольные. Эротические. А сейчас их нет, интересно, нет? А зачем нет? Сейчас есть интернет. Ходовиков вон на стенах эти были. Да. Да. Добрый день. И официанты как-то одеты, нет? На советский лад. Официанты нет? Да. Да. Ну, пошли дальше. Да. Тут большая территория. Совершенно советская столовая. Ну, здесь хочешь посвятее. Посмотри аппараты. А, да. Киноаппарат. У тебя много было разных. Транзистов. Все куда-то поживались. Зенит у тебя был, Киев был. Да. Вот такой Зенит. А это что? Я не вижу. Что написано? Это Зенит? Зенит Е. А, это первый Зенит, кстати. Зенит Е. Так. Вот еда такая у них. Она, это смотрит. Вот, по-моему, это переходное красное знамя. Наконец-то нашла, да? Знамя, мне кажется. Или оно в виде флага было, да? Ролитарии всех стран соединяйтесь. Так, да? Призыв. Это незнание все-таки. Будильник. А что тогда были такие холодильники, да? С водой? Я такого не помню. Нет, они появились одно время. А это не Зим Москва? Зим Москва. Да. Вот это настоящий холодильник. В советское время. А, пиво. Не будем. Тут яйца были. Водки сколько. Морозилка наверху. И здесь масло, помнишь? Клали. А, и эти бутылки. Смотри, она это. Какой красивый стол. Мацони, молоко. У меня аппетит разыгрался. Ну, смотри, селедка. Да. Ну, здесь и покушаем тогда. Да. А дома обед опять остается. Ну, вкусно. А вот плита, помнишь, такая? Да, но она не особо популярна. Электрическая. Электрическая была. И эти, как они назывались. Вот эти пасы для всяких специй. Да. У нас точно такие были. Вот именно с такой расцветки. Брежнев, конечно. Ой, опять Пугачок забыл. Да, это. Громко. Сколько ни просим, не получается. И кофемолки вот. Самое традиционное. А вот как у наших дома была голубая. Да. Немецкая. Ну, все, люди обедают, мешаем уже. Не будем мешать. С чем-то, посмотри, на стиль не висят. Эти счеты уже в наше время души почти из-за обихода. Да нет. Это рамка стандартная, нет? Да. Брежнев там стоит. У нас дедушки портрет был в этой рамке. А это, помнишь, вязальное что-то одно время мы тоже хотели купить. Да, помню. Хорошо, что не купили. Я вручную вязала. А это что? Туриста, да? Набор туриста. Завтрак. Водочка, шпроты. Да. Да. Ну, те шпроты были другие все-таки. Сейчас таких нет. Да, они вкусные были. Действительно. Сейчас такой выбор, но таких вкусных нет. Шпроты. Так. А вон магнитофон. Смотри, бобинный. На вечер кто приносил магнитофон? Я приносил. Вот. А этот как называется? Не видно. ТК-46. ТК-46. Грундик. Как грундик? Грундик написано. Подожди, такой большой комета была в наше время. Вот ты комету приносил. Нет, у меня Айдас был. Он маленький был. Сравнительно с кометой. А Грундик у тебя был маленький. Твой папа привез от этого. Нет, это Филипс был из Италии. Филипс он был? Да, вот пластинки. Да. Виниловые. Ленин в наушниках. У него такая презрительная гримаса на лице. И нос ломан. И нос сломан, да. Нелегко отделался. Но эти плакаты... Эти плакаты... Эти кассетные. Да. Где-то в музее современного искусства. Да, да. Много плакатов. В Лондоне. В Лондоне. Или в Барселоне это было. Тейт-музей в Лондоне. Да, Тейт-тейт. Два залы было этих. Гармошка. Кстати, у нас должна была сохраниться эта гармошка. Нет? Да, где-то есть. Среди детских игрушек. С пидола. Нет, плакаты среди них были чудесные. Вот в Лондоне хорошо они были представлены. А на это у тебя какая сумка была? Нет, это новые. Это у детей и у внуков. Все, у меня хорошая была сумка всегда. Немецкие мне покупали сумки дорогие. Да, в наше время. Вот опять она эта селедочка. Да, это накрыт стол опять. Вот селедка, она меня и соблазнила. С картошечкой. Ну все вроде, нет? Все, обегали. Нет, это новое место. О, эти чемоданы, она эти. Вот эти чемоданы совсем недавно мы выкинули. Такого типа чемодана. Помнишь? Да, эти металлические углы и замки эти, помнишь? Нет, у нас вот такой был чемодан. Они все время портились. Вот такой, вот второй снизу. Вот этот чемодан мы недавно выкинули. С легкой руки Маргариты нашей. Эти полки, конечно, у всех. Да, и полки у нас, помнишь, в коридоре висели? Да, вообще какое маленькое пространство было. Ну, хорошо стандартизация была. У всех дома одинаковые утюги. Вот эти швейные машинки у всех были. А это пылесос. У бабушки была такая швейная, я очень любил. Помнишь? Да, пылесос. А это что, вихрь, да? Какой-то пылесос вихрь, по-моему, назывался. Ой, посмотри, туфли такие. И вешалка. Ушанки. Тогда все носили, женщины и мужчины. Нет, ушанки. Аккордеон. Вот еще. Или это мы снимали, просто темно было. Пролетарии всех стран. По-моему, все-таки в виде флага это знамя было переходное. Во всяком случае, в школе нашей точно. Потому что мы все время соревновались с 11-м Б-классом. Да? Да. То у них, то у нас это знамя оказывалось. И вешалка эта. Но это верхняя часть. Нет, непонятно. Для шляп. А, для шляп, да. Действительно. Да. Часы тут разные. А вот это очень старое. Это мы пользовались. Почему нам напоминает наш дом? Этим нет? Нет, Армин. У нас была такая ступка. Это разве ступка? Да. А где пестик? Ну, пестик не положили, но это ступка. Потому что у нас была она. Ну, можно. Какая тяжелая. Да. А по-моему, Армин. А может, это пепельница? Спросим у меня. Аннаит, я тебе объясняю, что у нас дома была такая. Ну, может быть, из такого же материала была. Я не отрицаю. А вот эти рыбки я у кого-то дома помню. Наверное, у моей бабушки. Да, вот такие рюмочки у нас дома были. Это тоже на телевизоре у соседей стояло. Вот такие рюмочки у нас были. Ну, такие сейчас вернисажи продают у нас. Да, на вернисаже есть они. Но телефон у нас был старее у нас дома. Это не такой старый. А это что за телевизор, можешь сказать? У моей бабушки был такой телевизор. Мне почему-то кажется, это или не Рубин. Рубин больше. Больше был. А ты не помнишь, Алиса там повесила у себя. Да, на столбе этой. Да, да. У кровати. У коленей. Портрет. Молились на него. Из журнала, нет она? Да. Журнала какая-то. Какая хорошая, наивная девочка была. А этот камень сколько нас согревал. Этот камень, да, долго нас грел. И там наверху воду наливали. Помнишь, открывалась эта крышка? Вот магнитофон. А вот этот шкаф тоже я помню. Да, да. Ну, много было очень. А на это? Стандартные, да, были шкафы. Мебель вся стандартная. Да, и такой буфет тоже. Вот этот буфет. Так много было, что уже не вспомнишь у кого конкретно. Вот так. Но здесь были эти. Полки. Полки, да. В общем, так. Окунулись. В молодость. В молодость. А ступка это, в общем, с рождения у нас дома была. Да. Я такую ступку не видела вообще. Она и бабушка. Бабушка тоже. Я думаю, она тоже еще была молодой. Ой-ой-ой. Шарик какой-то. Выпол. Добротная вещь. Аптечка видишь? Да. Ну, это дерево, нет? Небось. Или обито обоиным. Обклеено обоиным. По-моему. Ну, все. А вот чеканку не увидели. А вот такой радиопривник у нас был дома. Рига как-то он назывался. А, вот еще коктейль делали. Смотри. Ой, такой вкусный был этот коктейль. Молочный, нет? Да. Вот сейчас столько коктейлей разных. Но вот такого вкусного коктейля я дочью не делаю. Может, потому что такого молока нет. А-а-а. Глазность. Глазность. Начальник группы розыска. Эти портреты, если разглядывать, мы сегодня тут давно с тобой будем снимать. Ну, все, давай заказывать, а то публика уже, видишь, новые столы вносит. Подсчетный ветеран завода. Вот переходящее знамя. Да, да, да. Ну, все, Анайт. Давай заказывать что-то. Да, сэронелька назад. Самовар. Ага. А вот зачинщик всего этого. Добрый день. Добрый день, добрый день. Хайк. Бьянджан. Бьянджан. Я уже порекомендовал нашим зрителям, чтобы посмотрели, чей спасун, давить чем спасун. У нас побывали наши любимые друзья Давид и Сурен за два раза. Да. В 2018 году, тогда еще не было клуба. И недавно уже, в прошлом году. Да, мы смотрели, вот, но мы не так, но они, конечно, лучше сняли профессиональные. Потому что, ну, это не их вина, вина, потому что, когда клуб открылся, он выглядит совсем в другом облике. Сейчас клуб изменился очень-очень сильно. Да? На 80% нужно открыть. Ну, это хорошо, значит, мы не будем повторяться. Да, 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 да. Вы вообще не повторитесь, потому что те наши гости, которые приехали, когда был клуб уже открыт, все они удивляются, как ваш клуб меняется каждую неделю, каждый месяц. Это позволяет нам, это наша большая коллекция. Да. И людям нравится, что каждый раз они какой-то новый фильм. Что-то новое видят. Да, фильм. Попадают в новый фильм. Ретро-фильм. Да, да, да. Я всегда говорю, что мы снимаем каждый день фильм. У нас актеры просто разные. Да. Актеры нашей гости. Вещи. И вещи. Да, вещи без людей. Вот, у нас работают очень интересные люди. Вот, Ниждад Завинич, у меня недавно подключились к нашей команде. Вот, Ниждад Завинич. Да, мы почувствовали. Такой советский. Ниждад Завинич обслуживал когда-то Карана Сиропича Демирчана, Шосика Макарчана, Иштуяна, как говорится. И сейчас передает опыт старой школы. Да, ну, закалка другая, конечно. Наша молодежь, вот. Да. Ральф, он родом из Либанана. И сейчас учится у старшего поколения как обслуживатель. Вот дядя Вартан, дядя Вартан. Да, дядя Вартан, знаем. Вот такой чудесный коллектив. Да, и очень знакомо ваше лицо. Мы вас знаем, но откуда не помним. Мы, наверное, поплавоке увидели. Поплавоке. Конечно, 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 да. Когда там форш. Пел, да, пройдет. Ай, и пару слов, как у вас эта идея появилась? Во-первых, нужно... У меня очень... Я благодарю моим родителям, дедушкам, бабушкам. Которые сохранили такие родители. У меня очень хорошее советское детство. Это их заслуга, да. У меня было розовое, как говорится, детство. И потом вдруг, после независимости, ну, это начало... Все изменилось. Я почувствовал, что вот крадут, крадут мое детство из центра города. Ага. Все начали снести. Это оказалось никому не нужным. Выбросить мусор. Тут целые, вот, знаете, эти печальные истории нашего крытого рынка, кукурузника, в гостинице Сиван, детского мира нет. В общем, мы не сохранили из этой эпохи хоть даже одну будку, да. Я потом начал снимать, я фотограф по специальности, как это все уходит. Ах, не фотограф. Да, да, да. 20 лет до конца фотографа был. Потом появилась идея, вот, во время съемок я находил очень-очень много интересных архивов, артефактов, связанных с гостинцей Двинь, с кафе Арагил. И все это начал собирать вот эту эпоху, да. В одном месте я начал мою дачу собирать, просил друзей, чтобы какие-то складские помещения предоставили. В 2015 году подружились с Юрой Африкяном, который является владелецом сети магазина «Вега», и начали с ним уже большой проект, про эту мечту реализовать, нашу мечту. Секундочку, «Вега» — это африкянный? Да. Они открыли, а вот я не знал. Там был владелец, сотрудник магазина сети магазина. Айдзян, и еще один частный такой вопрос. Там ступка была у вас. Сейчас подойдем, ступка. Да, мы спорили с арменом. У нас дома была такая, но вот пестика нет, я не смог. Как интересно. Пестика нет. То есть вы тоже не знали, что это? Айдзян, это ступка. Да, и пестик должен быть. А где вы нашли эту вещь? Смотрите, вот интересный случай, когда каждый раз наши гости что-то находят, мы невозможно... Все знать. Все объяться. Вот сейчас вы подсказали, что это такое. Это сто процентов, я вам говорю, потому что с моего рождения это у нас дома стояло, и все время там... Перед хашем, допустим. Чеснок, да. А воду в ступе не толкали, Армен? Вот мы уже начинаем толкать. Вот смотрите, даже часы у нас работают. Вот этот звук часов, это символично. В общем, вы решили на зло времени вернуть время. Уранцы. И у нас эти вещи не то, что просто старые. Да, да, все это было, действительно. Вот смотрите. Да. Эти диско-бары, нет? Вот это потонок Симонского мотеля. А-а-а. Посмотрите, с первоначально он так выглядел в мотеле, потом мы успели снимать, потому что разрушали рабочие, мы успели покупать весь этот потонок. Ну, посмотрите, вот этот мотель. Он тоже входил в сети туристов. Вот это шикарный мотель когда-то. Вот у нас с Ивами было такое большое здание. Вот это административная часть. Ну, помним, это все мы помним. Вот смотрите, эти шарики тогда повезли в бессильные прекрасницы. Вот мы поштучно сняли, привезли, отреставлировали и обратно вернули их в жизнь. Айджан, желаем, чтобы вы открыли вот такой квартал. С армии зданиями. Парк советского периода. Да. Ну, Москва не сразу строилась. Вот стараемся. Ну, мы закончим, потому что нам сказали, кухня очень загружена, а мы хотим еще кушать. А мы заказали. А у нас, знаете, так аппетит разыгрывался, я посмотрела на блюда. Ну, давайте я приглашу вас в другой день, потому что у нас, реально, даже мне сейчас нет. Нет, нам там выделили. Выделили, да, выделили. Да. Просто мы хотим, чтобы... Айджан, спасибо большое. Мы долго не ждали. Я не думаю, что позвонит, он все-все сделает, я не делюсь. Ну, вот. Смотрит. Да, вот видите же. Раз в Советске, значит, знакомство проходит. Нет у вас? Да, конечно, конечно. Спасибо большое. Давид мой очень-очень хороший друг. Да? Да. Имчара чичиньки. Ну, что? Он так обрадовался, когда узнал. Армин мне пересказывал, я в машине уже услышала, куда мы едем. Говорит, Давид очень обрадовался. Спасибо, Айджан. Спасибо. Пожалуйста. Удачи вам. Ну, все. Займемся серьезным делом. Вот не спросили, кто это. Вот вышел покурить, оказывается, и двор такой богат. Вот такой пионерский лагерь. Привет участникам всесоюзного семинара. Айки что сказал там? И Ларису Ивановну встретите. Да, в общем, полный Советский Союз. В общем, приходите, окунайтесь в атмосферу. Я уже не могу снимать. Машина ГАИ. Мороженое. Прицеп такой. Ну, все. Первый секретарь Рашидов Узбекистана. Работник ЦК по цензуре главный. Селедка. Ай, извиняюсь, сало. Селедка и пиво «Жигули». А у меня ремонт советский. Буратино. Ну, здесь музыка мешает, но снимать мешает, а так не мешает. Ну, поехали. Приятного дня. Да. Пельмени со сметаной. Кстати... Вкусные, знаешь, пельмени. Вообще повар профессионал. И картошку он хорошо очень... Чем он напичкал там сверху? Пельмени со сметаной. Сало. Сало заканчивается. Сумах. Сумах – это барбарис. Да. Я еще сметаной не облил. Сметана такая густая, что не облить, а обмазать. Так, да? Да. Мне очень обидно, что коньяки мы сейчас заметили. Выключу. К сожалению, цены мы не можем вам назвать, озвучить, потому что официант подошел, сказал, что Леонид Ильич все закрыл за нас. Платил ваш счет, да. Она это помнишь? Оплатил ваш счет. Ты сюда смотри, плакат помнишь? О-о-о! В Москве мы в троллейбусе ездили, а она ехали, да. Как первоклассница все надписи читала, и вот эта надпись на крыше была, она только верхнюю часть видела и читала громко. Народ и партия блины. И весь троллейбус замер на минутку. А еще я один случай вспомнил. Мы с друзьями, а Раик был композитор, вот не знаю, где он сейчас. По-моему, в Америке он. Выходили, из нашего дома выходили, и маленький столик там был, у двери входной. На ней правда лежала, и он вдруг смотрит на эту правду и говорит, смотри, что написано. «Воры в Кремле». Мы так опешили. Заголовок был такой. Оказывается, раскрыли газету, написано «Договоры в Кремле». Вообще-то, вообще это правильно «Договоры» или «Договора»? Нет, «Договоры» было написано, «Договоры в Кремле». Давай еще в этот автобус зайдем. Майк говорил, там бар такой советский. Вход. Ты помнишь, одно время в городе курсировали такие автобусы? Конечно помню. Да, бар. Пластинки. Сколько фантазий надо, нет? На все это. И наших воспоминаний. Да. Молодость тоже самое. И у всех такие лица, нет? Молодые. С радостью вспоминают молодость. А это такси. Шеф свободен? Нет. Еду в таксопарк. Массив? Да. Точно, точно. Всего вам доброго. Хорошей недели всем нам. До следующего воскресенья. Здоровья и мира. Всем. Всему миру. Будьте всегда здоровы.